всем привет сегодня я расскажу о сборочке mx17 linux она основана на дебяновских пакетах на девятых самой последней версии значит ну вот ядрышко тоже одно из самых последних 413 очень живая сборка очень маленькая по размерам изообраза который я скачал и и даже изообраза который я создавал вот полностью все мои настроенные программы которые у меня на linux mint занимают среднем обычно там два с половиной три гигабайта здесь они занимают очень скажем так скромные размеры давайте посмотрим значит хранятся вот изообразы создаваемые вот здесь но вот один из самых последних образов со всеми настроенными программами вот посмотрите сколько он места занял 1 из 7 гигабайта то есть очень такое экономное отношение к системным ресурсам и очень хорошая способность создавать сжатые изообразы вот я считаю это очень большим и большим плюсом теперь значит какие здесь есть нюансы очень хорошим и приятным нюансом является то что вот эти изообразы делает вот это вот программу ли на снимок системы а также как и в linux antics и тут можно выбрать и другую папку для сохранения с ним как на пожеланию можете на внешнем жестком диске только укажите к ней как говорится пути и все но вот особенность какая посмотрите если значит вы выберете вот так сохранение учетных записей для личного резервного копирования то тогда вы получите вот такую допустим любопытную штукенцию давайте посмотрим так для личного по моему здесь ну-ка давайте глянем нет это не то ну ладно на коль уж выбрали так выбрали вот посмотрите вот сюда значит сейчас я просто размеры уберу значит если вы выберете сброс учетных записей то есть дистрибутив который значит для всех его можно будет кому угодно там устанавливать и так далее на то значит при открытии и этого образа вот вы получите вот такую вот вещь но образ этот вот я делал значит он полностью полные вот посмотрите самое главное что в нем значит есть это вот вот этот значок установить на жесткий диск дальше взяли поставили там сделали пароль на минимум пароль воспринимает две единицы пробовал по одной единички как всегда дело делать не принимает здесь пароль две единички значит что единственно остается значит вам когда установите вот этот из-за образ к себе на жесткий диск вот смотрите правой кнопки панель значит вот горизонтальный ну можете подогнать под себя там размеры сделать без разницы все панель наверху значит ну по традиции значит обычно сюда все двигают этот я могу просто там убрать за ненадобностью вот посмотрите здесь практически все есть иду на все вот допустим давайте возьмем конки запустим давайте планка запустим начале вот планк вот я значит планка помещу на панель и плюс мы сейчас его запустим то есть здесь все те программы которые я делал они есть просто нужно немножко поднастроить дальше идете значит в кем значит хоть вот вот заметьте вот значок установщика вот чем это как говорится и полезно что когда вы устанавливаете вы сделаете там на себе имя пользователя свое свой пароль запомните не менее там двух цифр или букв или символов вот но предустановленные программы вот очень хороший список мультимедиа пожалуйста значит программа редактирования звука звуковой проигрыватель обе с и simple screen recorder программы для записи с экрана на паром значит это телевизионная программа смотреть программа на телевизионные программы на русском языке то есть здесь ну масса полезных вещей на видео проигрыватели надо пожаловаться он есть вельси и sm player и поисковика сам тюб искать видеоролики там или песни на трубе и значит смотреть там или слушать их как вам нравится то есть большинство программ предустановлено ну вот эти вот особенности значит вот вам следует знать потому что если я пытался вот скачать ну сохранить мою готовую настроенную сборку вот я вам покажу что у меня значит получается значит вот я запускаю и то есть вы можете вот настроить все будет вот абсолютно так как у меня но значит здесь вот есть как говорится маленькая ложка дегтя в бочке с медом а здесь начисто начисто отсутствует значок установки то есть вот если бы и здесь вот был значок install то вы могли вот сразу получить вот такую симпатяшку к себе но ничего страшного я не вижу потому что вну чуть-чуть там поднастроить получите то же самое потому что на самое главное программа то установлены а я здесь как не пытался найти значок установки вот такой вот уже моей как говорится кастомизированный на сборке я что-то не нашел но если кто найдет вариант как устанавливать вот это но я буду сказать очень и очень благодарен если кто поделится то есть вот запомните эти два варианта то есть если идете и делаете сброс учетной записи вы получаете значит со значком установить из плешки вы можете установить все на другой компьютер и все программы которые туда поставил все будет работать но только заняться под настройкой внешнего вида но если вы сохраните вот так вот ну тогда что вам ну вот и получаем как говорится по полной программе значит живая флешка но без возможности ее установить на любой раздел жесткого диска или на внешний жесткий диск значит может быть мне просто я там долго не копался вот но у меня не получилось вот сделать вот таким вот образом чтобы был где-нибудь там установочный значок или как до него добраться ну кто сможет это сделать говорится ради бога я не против на значит о самом дистрибутиве это один из самых быстрых дистрибутивов которые нам не встречался значит вот просто вот 2 единички заведу он и компактный он и быстрый и естественно надежный мы почему потому что практически значит есть программа qt5fs архивер можно создавать на раз другом разделе на жесткого диска его копии значит вот шесть половиной гигабайт в корне все я ему специально сделал папочку там у меня куча там всего напихано домашняя а сам то вот дистрибутив разворачивается ну что шесть половиной гигабайт вот и все хорошая штука дальше значит у него есть вот вот здесь вот еще интересная такая штучка установщик пакетов мы сейчас пользуемся рабочим столом x-face вот пожалуйста можете поставить себе на на выбор и гном и вот любой из этих рабочих столов то есть тут как говорится вольному воля значит что то там с русским языком думаю если ну тут вот у меня офис сделан с очень хорошей поддержкой русского языка тут проблем нет но какие то там другие там программы там что-то поставить там ну броузер ну хроме у меня google chrome стоит дальше у меня удастите стоит ну практически ну тут поползаете если что-то выберите что вам нравится ну ради бога можете вот всегда взять и это самое и как говорится отсюда сразу установить потому что вот тут кнопочка имеется установить ну допустим roxy хотите нажали и установили очень необычный файловый менеджер но к нему надо привыкнуть скажем не для среднего ума да значит вот хорошая штучка есть значит менеджер репозитории значит проверка ключей безопасности ну выбор звуковой карты там звуковая тема даже есть ну что это такое сейчас совсем интересно а ну понятно ну ладно это уже все красивости ну что я могу значит вот свое мнение сказать по этому поводу очень хорошая очень хороший дистрибутив вот еще было три человека которые тоже делали значит свой дистрибутив на основе дебяновских пакетов 9 вот этот вот но это вообще вот шустрый как веник летает программа открывается очень быстро ну поверьте мне я уж как говорится там знаю о чем говорю мне он очень понравился это абсолютно значит вот ну как сказать если рекомендовать его поставить я могу рекомендовать его поставить всем значит причем сделано все это людьми на общественных началах и кстати он является родственником ближайшим антик антикса если вы заметили у них имеется в принципе одна и та же программа для создания копий вот обратили внимание и вот форум значит мх в смысле сам мх а вот антикс ну почитайте там какая между ними там разница ну скажем так это все веточки одной ветви скажем так братики оба дистрибутива ну шустрые как веники вот чего не отнять как говорится ну поверьте работают хорошо значит устанавливать ну я вам уже показывал там на значок установки нажимаете ставите делаете там пароль особых проблем я думаю у вас не будет значит ну единственное потом только там передвините там панель поставите там что вам куда нравится значит я поставил сюда вместо значит пылесосика стейсер там там наберете в поисковой строке стейсер и попадете на стейсер ну тут и и веник и системный монитор и чертов ступе ну вот допустим веник вот отмечайте допустим раз два три четыре пять вот полностью сделать сканирование системы выбрать все идем дальше выбрать все нажимаем клин просит пароль две единички все система чистая значит стартап вот допустим ну видите у меня планк он уже стоит в стартапе ну допустим варите я отключила чтобы автоматически там она не грузилась посмотрите что вам надо отключить и что не надо вернее что не надо отключить а что надо значит оставьте тут опции очень много какие службы запущены там процессы но это по типу системного монитора вот все можно посмотреть какие процессы запущены ресурсы ну все то же самое в графическом виде что вот и здесь значит и ну тут язык на русского нет по моему украинские есть польские португальские ну вот с русским не доделали они чего-то ну ничего страшного супер бут менеджер поставил есть групп кастомайзер есть то есть настроить загрузочное меню всегда можно ну программы для записи значит экрана вот я сказал об студии simple screen recorder единственное значит у меня настроены на внешний микрофон а у вас посмотрите сами и вот здесь выберите что там у вас чего у меня вот мое устройство USB аудио вот оно ну ладно значит такие же настройки звука делается и здесь значит аудио вот выбираете монитор встроены и ну вот у меня он даже конкретно определил аудио устройство вот такое значит хорошая такая живенькая операционная система ну опять вот держится на энтузиастов этот монстр дебян они так и солевым ухом и не почесали чтобы даже сделать нормальные настройки сети то есть человек берет там часами там качает этот дебяновский монстровский файл размером 4-6 гигабайта запускает его начинает ставить и к сети подключиться не может ну это что за безобразие такое те же люди очевидно очень такая небольшая команда ну посмотрите ну они же конфетку сделали они же сделали конфетку то есть сами по себе дебяновские пакеты вот пожалуйста все работает все шевелится все программы которые я хотел все встали и быстрее даже работает у меня чем на минте на моем любимом вот такая вот как говорится штука причем значит ну что я могу сказать возьмите скачайте потестировать и можете официальный образ скачать потестировать в поисковой строке там броузера заведите мх там 17 вот у них сайт называется мх сейчас я вам точно скажу да вот он он маясь тут сижу вот называется мх linux.org вот его поищите там по моему даже уже и на русский язык где-то сайт перевели не уверен ну давайте вот попробуем сейчас я напишу ру так есть тут такое нету да ну ладно ну что-то я видел на русском языке тут вот обозрение значит вот особенности данной значит данного выпуска вот всегда там можно посмотреть там там самые последние там новости по-моему есть и форум и форум на русском языке по моему поводу есть вот посмотрите вот небольшая но активная группа людей она как говорится вот делает этого неразворотливого монстра значит и приводит его во вполне работоспособное состояние что там они сидят нас уковыряют дебяны но я не знаю чем они делают на что они живут небольшие вот группы ну посмотрите какие конфетки делают ну приятно просто на них работать ну ладно ну в общем я вам всем рекомендую ознакомиться значит вот с этой значит с этим дистрибутивом и желаю вам провести много приятных минут и плюс значит вот кроме рабочего стола x-face который по умолчанию там еще он кучу рабочих столов я вам уже показывал какие можете поставить вот посидите покопайтесь посмотрите ну я думаю удовольствие получите большое потому что ну действительно штучка шустрая как электровеник любым моим видеороликам всегда имеется значит ссылка на мой сайт сейчас мы посмотрим как поставить новую сборочку mx17 linux с рабочим столом x-face очень такая приятная штучка вот с сайта идете ко мне на крок на кроке идете вот сюда сборки ищите mx вот и отсюда скачиваете скачиваете файлик из этой кладовочке из этой папочки скачиваете его ну вот он так вот выглядит ну проверить там проверите на виртуальной коробочке когда наиграетесь вот записать на флешку ну что флешку у меня уже этой программкой отформатировано вот я иду создание загрузочного накопителя находясь в винде ну руфуса можете записать какая разница в любой операционной системе в которой есть программа для записи из образов на флешку можно этот образ взять и записать на флешку моя задача сейчас показать вам как я на флешке буду все это дело устанавливать на жесткий диск вот и все пока там все до дела значит объясню нюансы ставить ее можно по двум вариантам или сливать всю эту сборку в один раздел или сделать еще и домашний раздел ну при установке как это дело делается я вам покажу а сейчас вот то что было скажем такими трудами созданное и так далее вот я значит сейчас немножечко поиздеваясь над жестким диском и покажу что мы будем делать вот я оставил сборку мх17 значит сделал корневой раздел на 30 гигабайт и на 77 гигабайт я сделал домашний раздел ну можно ставить полевое можно слить все в один корень если вы хотите потестировать посмотреть понравится поставите в корневой видите в корневом 6 там с половиной ну 7 гигабайт занимает а резерв у нас ну 7,4 в 4 раза еще 3 раза по столько то есть хороший резерв 30 гигабайт для корневого раздела практически для любых линуксов это за глаза и за уши это домашняя папочка ну что вот были они такие красивые а значит тут прошел ураган значит и сказал привет вот что нибудь там супер случилось это самое и у вас этого уже и нету а че делать то вот сейчас программа применит все необходимые там изменения там дополнение там ля-ля-ля тополя вот все все как говорится накрылись мелким пеплом или медным тазиком значит ну что пока рассчитаем вот все по новой тут мы проигнорируем создавать будем корневой раздел 30 гигабайт умножить это дело на 1024 получим вот такое вот число вот создадим раздел вот здесь вот вставим это значение перескочим в это окошко добавить а все оставшееся пространство значит просто возьмем тоже и отформатируем в формате extension 4 вот и все то есть раздел у нас как говорится абсолютно девственный но готов к приему операционной скажем так системы и запись на флешку значит сейчас уже приблизительно заканчивается следующую часть на видеоролика значит я уже буду делать с флешки где с флешки значит установлю сборочку на жесткий диск ну и там в последней части ролика я покажу незначительные там изменения которые вам нужно будет сделать чтобы ее под себя приспособить вот и все сборка очень удачная очень шустрая я бы назвал ее электровеник или ракета действительно здорово ребята постарались хорошую сделали дистрибутив вот сами видите все вот смотрите время два часа сейчас я буду перезагружаться жесткого сплешки и на следующей части ролика потом буду вам уже как говорится выкладывать и так я загрузился с флешки ну вот видите да 1.7 гигабайт занимает значит сколько оперативки используется сколько от центрального процессора ну большая часть идет конечно на программу для записи с экрана значит вот вы загрузились с флешки значит ну что значит разметка жесткого диска у нас была сделана заранее хотя ее можно сделать и здесь просто набрав программу для работы с разделами жесткого диска там по типу G-Party да просто напросто вот здесь вот набрали бы G-Party вот он он запустили так тут что у нас root скорее всего будет пароль да это демо в демо сборки значит пароль тут root ну вот давайте посмотрим как что у нас выглядит еще раз вот два раздела 9 и 10 9 сделаем корневым а 10 сделаем домашним значит ну что давайте значит вот значок установщика значит нажимаем на установку следующее здесь так да да по выбору да ради бога тут что-то даже на русском языке он не хочет нам ничего предложить это надо было перед загрузкой флешки там была установка русский язык там и прочее да ладно господи вот корневой значит 9 будет раздел если у вас все хотите поставить в один раздел оставляйте вот этот раздел корневым но у меня домашний сделан 10 раздел я его отмечаю вот так а если все хотите сливать в один раздел делайте вот так ну и swap файл вот оно дальше значит ну что нажимаю значит вот будет называться вот так вот и домашний вот так ну нажимаю next да да согласен да видите даже к интернету не подключаюсь хотя мог бы тут и зайти да не надо ничего страшного а так при когда флешка загружается там есть значит выбор языка надо было выбрать русские и тогда вот установку и все остальное видели бы на русском языке ну ничего зайдем потом уже на саму сборку настроенную и там сделаем необходимые настройки и русский язык также добавим ничего здесь сложного нет очень шустрая очень хорошая и очень гибкая сборка мне она крайне понравилась ну давайте немножко скажем так подождем так где у меня тут значок значок пока я остановлюсь итак программа спрашивает какое куда установить загрузчик ну я оставляю мбр значит нажимаю на next сда значит вот свой жесткий диск сда почему потому что вот у меня он называется sda значит нажимаю на следующее установить пускай ставит ну дальше программа начинает сообщать что она там предлагает сделать ну вот я единственное что добавлю семерочку сюда поскольку у меня будет пусть так будет называться нажимаю на next значит вот keyboard ну я живу в англии естественно для меня вот доска вот такая вот нужна доска скажем клавиатура а вот раскладку локалочку я выбрал русскую вот она ru значит время вот такое хочу чтобы было показывала на time зона ну чё европу надо брать естественно вот выбирая свою зону то есть вот эти важные настройки то есть понимаете локалка будет на русском языке доска ну вы живете в россии если допустим то выбираете тоже там ru но мне значит удобнее пользоваться вот этой клавиатурой потому что очень часто приходится и нажимаем на кнопочку next локалочка вот пожалуйста теперь вот теперь ставим имя пользователя вот смотрите user и если я как обычно заведу по единичке вот единичка сюда единичка сюда единичка сюда единичка сюда единичка сюда то получу вот такое сообщение как минимум должны быть две цифири вот и все поэтому пароль в данной сборке будет значит две единички ну и нажимаем на следующее как как минимум там две цифры буквы или символа он это дело проглатывает продолжает установку дальше здесь пишет ну что финиш ну финиш так финиш значит я сейчас остановлю запись перекину видеоролик на другой раздел и нажмем на кнопку финиш и так я загрузился жесткого диска ну и потихонечку начну там все перестраивать так как мне нравится ну первое я хочу поместить панель горизонтально панель параметры панели вот боковая а я пишу горизонтальная ну ширину сделаю ну ну 46 пусть будет ладно вот у меня панелька как говорится наверху дальше значит ну что подключение к интернету значит ну выбирая свою сеть сейчас заведу свой парольчик ну ну и попробуем подключиться все сеть подключена если у вас там какие-то проблемы вот нажимаете значит сведения соединений редактировать соединения покопаетесь в настройках но сеть тут настаиваться нормальная липс легко ну и давайте заниматься так поскольку в эту сборку я напихал массу всяких программ вот сейчас только я вот это вот уберу а вот этот значок перемещу в самое начало вот сюда вот сюда менюшка наша и в менюшке значит я наберу такое словечко планк то есть наша нижняя панелька вот она красавица я сейчас и сюда ее вставлю на всякий случай если она не будет в автостарте и вот здесь запущу а здесь вот правой кнопкой переместить ну поставлю рядышком где-нибудь вот здесь пусть стоит значит ну что давайте посмотрим что у нас имеется в конке менеджере вот здесь значит зайдем сюда все оконки менеджер ну закреплю я его пока ладно что мы тут как говорится имеем кучу всего а то что мне нужно значит нету ну и ничего страшного значит сделаем следующее пойдем интернет зайдем на сайт и скачаем несколько файликов которые мне нужны а эти иконочки я даже могу пока просто даже взять и отключить единственное что я сделаю так включено при старте хорошо так значит как это дело делается вот я включаю броузер значит и здесь я набираю название своего сайта ну и пока вкладочку эту я закреплю теперь нужно скачать два файлики два файлика ну первый файлик команды видео это для черри 3 вот мы его берем правой кнопочкой мышки стандартная загрузка второй файлик иконочки вот отсюда ну на русском языке качаем загрузка стандартная вот практически и все сохранить иконки иконки сохранили эта красавица сейчас тоже сохраним ну вот практически два файлика которые мне были скажем так нужны можем закрывать значит ну что файлы значит файловый менеджер я сделаю папочку вот здесь создать каталог и назову ее черри 3 и вот в этот каталог я значит помещу из папочки загрузок так файли команды видео вот вставить теперь здесь сделаю вид скрытые файлы открываю папочку конки так ну и вставим ее вот в эту папочку вот и все теперь идем в конки менеджер в конки менеджере вот отмечаем галочкой коночки которые мне нравятся вы поставите которые вам нравятся ну и всегда требуется значит поднастроить сеть значит сеть ну это легко проверяется значит запускаете любой броузер и смотрите побежали цифры вот у меня побежали значит у меня сеть подключена нормально если же у вас этого дела нет тогда значит в терминале нужно будет набрать команду вот вот я сейчас включу терминал и сразу закреплю его вот здесь на планке наберете команду if конфиг значит ну вот она и показала что в лам ноль она вам и нашла вот она здесь и стоит что другое найдет скопируете вставите сюда нажмете примените и будет вам как говорится счастье значит меня здесь это дело устраивает и я сейчас даже иконочки могу просто напросто вот взять и убрать чтобы они места не занимали ну что поубирать почтовик да я им не пользуюсь и на маком не пользуюсь да и календарем не пользуюсь то же одно и то же что и фокс но фокс я просто прикреплю к панели вот таким вот образом потихонечку производится значит настройка в данном случае я очень много сюда напихал разных программ то есть вам уже их настраивать не нужно вот пожалуйста посмотрите значит в интернете 4k видеодаунлоудер любые файлики с трубы можно качать две кладовочки Dropbox и Megasync запускаете заводите свои пароли и работаете два бровозера google chrome и firefox google chrome вот добавить допустим на панель он у вас здесь появился взяли правой кнопкой переместить вот можете его сюда поставить какая разница дальше значит мультимедиа вот и для работы со звуком audacity проигрыватель музыкальный клементина запись экрана OBS и simple screen recorder ну вот в simple screen recorder поставить единственное что если у вас микрофон выносной то поставите свой вот у меня стоит вот сразу определил его cmt столько-то вот и все дальше дальше там поднастроить и ну допустим назовете там свои настройки там юзер запись альса пульс аудио никогда я звук не добивался на нем сохранить дальше труба mt4 mt3 где хранить файлы видео название файла ну допустим 01 сохранили конфигурацию все идете дальше и начинаете как говорится там вести запись вон она вас и идет так что здесь все нормально работает то есть сборка такая что в нее включены все программы скажем так необходимые для работы с аудио видео файлами дальше видео проигрыватель sm player поисковик видео и музыки там на трубе тоже очень две хорошие и толковые программы еще один видео проигрыватель медиаплеер vlc то есть ну на любой вкус и цвет тут можно понабирать программ как говорится я тут уже вставил как говорится не скупился души то что вам нужно просто помещайте и все записываете вы часто программы simple screen recorder запустили вот прикрепить к панели и пошли вот у нас тут выбрали значит вот usb аудио до сохранили все следующий раз запускается и все готово как говорится там к работе и нормально все хороша сборка очень шустрая быстрая работает нормально мне понравилось ну в инструментах я уже говорил значит один очень важный значит здесь есть такой инструмент значит давайте-ка глянем где там было инструменты ну вот смотрите qt5 fs-архивер есть создавать резервные копии можно программой qt5 fs-архивером программа варите это пожалуйста взяли запустили ее кажется вам что не до конца запустили вон нажали вар вот варите слайдшоу допустим поместили на панель наверх а варите эту взяли запустили и закрепили здесь все продолжить участвовать анонимно каждую минуту менять обои до свежей чтобы были до места у нас много до 5 гигабайт сделаем все вот смотрите появились какие-то сполохи по экрану поэтому я сейчас хочу проверить что же это было значит очень просто проверяется вот я нажимаю вот здесь и смотрю нет ли у меня рендеринг тиринга или разрывов сейчас я этот участок видео просмотрю и уже точно буду знать есть у меня разрывы или нет а пока я на секунду прервусь и проверю и так разрывов нет все работает нормально ну вот типичный экспрессовский символ мышка на еще раз подтверждает нам что у нас рабочий стол x-face шучу значит поэтому наполняемость вот этой панели но допустим не слушаю я я часто вот взял это убрал добавить в очередь да зачем мне очередь я просто напросто сам возьму сейчас см плеер сюда вот воткну его чем мне там в очередь добавлять вот прикрепить этого красавчика я закрою ну это каждый раз такая рекламка бывает прикрепить закроем то есть сюда будете добавлять элементы которые вам как говорится нравится хотите поменять обоинку ну вот допустим обоинка а вы решили оставить ее до конца сессии да пожалуйста вон выход и до перезагрузки значит у вас это обоинка нам будет оставаться но я почему делаю обои темненькими чтобы вы хорошо видели системную информацию что вот какое ядро какая версия вот написано что компьютером x17 называется ядрышко хорошее самое свежее 4.13 то есть все тут нормально значит стейсер значит ну давайте вот впрочем он здесь вот обычно сидит да сейчас мы его закрепим это тоже и информация о системе и пылесосик в общем масса чего вот сколько на диске имеется значит имеется 6 гигабайт в корневом и допустим 31 тут пишет и 6 в этом ну хотя у меня здесь пишет вот сколько в хоум там 75 а свободно 71 на сколько используется оперативки центральный процессор опять таки почистить там систему там взять посмотреть все ну набрали ну набрали 2 единички запомните в этой сборке пароль 2 единички вот все чистое вот таким вот образом значит программа устанавливается через менеджер пакетов синаптик а где он находится вот набираете син и он у вас уже высвечивается так вот чтобы каждый раз за ним там не бегать сейчас я 2 единички заберу наберу вот вот просто тоже возьмете вот здесь и закрепите а чем это то всегда обновление как проверяется здесь вот менеджер обновлений обновить сейчас он соберет все сведения о пакетах необходимые проверит их и выдаст уже как говорится свои рекомендации надо там чего-то обновлять или не нужно и вот таким вот образом значит сборочку под себя настраиваете делаете единственное значит у меня не удалось прилично подключить TeamViewer что-то там неясное с ним происходит объясню что значит если сейчас набрать в любом браузере TeamViewer и попытаться попасть на официальный сайт ну меня мой провазер просто взял как говорится и откинул вот покажу то есть скачать свежую версию дебяновского файлика TeamViewer у меня не получилось вот смотрите опишу я здесь да позже нет не хочет да принимаю вот смотрите я пишу Team TeamViewer Enter вот все официальный веб-сайт новый значит тринадцатый вот открыть ссылку новой вкладки этот сайт не может обеспечить безопасное соединение и я пробовал где только не пробовал и у вас будет то же самое на данную дату времени что-то у них там произошло кто-то очевидно к ним там что-то влез или подгадил но скачать сейчас TeamViewer в разнообразно невозможно вот а здесь вот на русском языке да то же самое будет тоже видите сайт отправил недействительный ответ все привет как говорится из песней ну что-то случилось надо будет подождать там через полмесяца там месяц проверить снова когда увидите что скачивается скачаете новую тринадцатую версию дебяновский файлик поставите и будет вам как говорится счастье а так все остальное значит работа значит настраивайте эту сборку значит в ней очень много программ посмотрите то есть на большинство программ вам устанавливать уже не нужно они стоят просто по желанию поставить их на панельку вот сюда значит на планк или с планка поубирать то что вам не нужно творите выдумывайте пробуйте штука значит очень хорошая есть вот еще одна полезняшка у них так в инструментах как же он там назывался то это так 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 вот установщик пакетов значит вот установщик пакетов вот я пока прикреплю его вот здесь вот windows вакуумные менеджеры вот посмотрите можно поставить и баджи и комписы и гномы айс вем кдешка пятую плазма lxd я вот такую кучу рабочих столов отмечаете нажимаете установить привет из песни все пошло здесь то же самое поползайте ну вот дабил допустим давайте поставим вот отметили галочки установить то есть список наиболее часто употребляемых программ значит он уже тут вот сделан у вас тоже остается только взять вон галочка отметить нажать установить и как говорится этот пакет будет установлен так что вот такую штучку я вам рекомендую ну ладно а значит как установить сборку я вам показал значит как поднастроить под себя показал для того чтобы проверить всегда побегайте по менюшку ну первое это что ну естественно значит интернет я считаю что представлен он ну очень хорошо тут и и ватсап есть там ну и вая там и скайп ну практически все что душе угодно значит мультимедиа представлена тоже довольно таки мощно значит офис хороший стоит так что пробуйте дерзайте сборка хорошая шустрая рекомендую многим по крайней мере мне она понравилась и сделана то она вот на дебяновских пакетах на девятых а на официальном сайте дебян 9 встреч версия так его даже не запустить даже к сети не подсоединиться сидят там друзья в носу ковыряют ну ладно значит я желаю вам всего доброго провести много приятных часов с этой сборочкой значит с этим дистрибутивом очень хорошая шустрая вещичка рекомендую практически всем потому что она будет работать и на слабых компьютерах и на новых ну а на мощных так она вообще там как ракета будет летать вот ну ладно всего доброго и до новых встреч